Всем привет, дорогие друзья! С вами сегодня Светлана Гаспорович и добро пожаловать на мой канал Дом Творчества. Все, кто не подписался на мой творческий канал, обязательно подпишитесь, и вы будете получать мои видео и мастер-классы самыми первыми. А для этого не забудьте нажать на колокольчик. В прошлом мастер-классе мы с вами делали вот такой чехол для телефона. Он очень понравился дочке, что мы решили сделать чехол для планшета. Ей нужен планшет для того, чтобы просматривать видео, может быть, где-то поиграть. Поэтому такие функции, как отверстие для камеры, оно не предусматривалось в моей работе. Чехол для планшета прочный и хорошо держит наш сам планшет. Чтобы сделать чехол для нашего планшета, нам нужен сам планшет. Картон плотный, достаточно такой картон, вы видите. Также нам понадобится джинс. Здесь вы можете использовать любую другую совсем ткань, то есть, как вы пожелаете. Также мне понадобится ткань для отделки. Эластичная тесьма. Резинка. Кружево для декора. Может быть, я еще возьму цветочки. То есть, на это уже будем смотреть по ходу работы. Ну и, конечно же, нам понадобится нож, резец, линейка, желательно металлическая. И приступим с вами. Возьмем наш картон, планшет и обведем его на картоне, чтобы мы знали размеры нашего чехла. Нужны нам таких три детали. Обвели их и с помощью резца вырезаем. При вырезании нашего картона подложите что-нибудь под него, чтобы не повредить поверхность. Итак, у нас получается две детали крышки. Одна деталь, на которой будет держаться сам планшет. И еще мы сделаем шириной полтора сантиметра. Деталь это будет такой корешок, который будет соединять две детали крышки нашего чехла. И теперь одну из деталей мы поделим с вами на две части. Одна часть будет 8 сантиметров, а вторая то, что осталось у нас из полученной детали. И уменьшим ее на 0,5 сантиметров. Вырезаем все наши детали и начинаем раскладывать их на наши джинсовые ткани. С таким учетом, чтобы по краям у нас оставался припуск в полтора сантиметра на подгибку. Детали располагаем на ткани и оставляем между ними 0,5 сантиметра. И после этого приклеиваем с помощью клея, клей момент, приклеиваем эти детали на ткань. Я хочу, чтобы обложка чехла состояла из нескольких видов ткани. То есть одна часть была, половина обложки была из джинса, а половина из вот такой ткани. Для этого я возьму на картоне, примерно намечу линию, откуда будет у меня доходить джинсовая ткань, а откуда будет начинаться уже ткань декоративная, другого цвета. Так, вот линию наметили и теперь, отталкиваясь от нее, я уже располагаю детали на джинсовой ткани. Оставляя расстояние между деталями 5 сантиметров, выкраиваем с учетом припусков 1,5 сантиметра. И от той линии, которую я наметила, мы тоже даем ей небольшой припуск. Так, ну вот смотрите, примерно вот так это будет выглядеть. То есть одна часть, даже меньше половины нашего чехла будет из джинса на основной обложке, да? А остальная часть будет у нас из ситцевой ткани в горошек. А потом уже будет приклеиваться кружево. Так, давайте настрочим нашу ткань в горошек на джинс. Наша строчка готова. Если у вас нет швейной машинки или нет возможности проложить строчку, то можете просто приклеить эту ткань на джинсовую ткань. После того, как мы сшили две ткани, приклеиваем наше кружево. Ну, а дальше остальное гор, там различные цветочки, бусины мы уже сделаем чуть позже. Теперь нашу ткань нужно приклеить к картону. Располагаем ее таким образом, чтобы одна часть была из джинса, а вторая часть из ситцевой ткани. Вот примерно так это будет выглядеть. И нам нужно приклеить нашу ткань картоном. Значит, ситцевую ткань мы будем приклеивать с помощью клея ПВА, ну, либо клей-карандаш. Просто если мы возьмем какой-то другой клей, то она может пропитаться и будет не совсем красиво выглядеть. Поэтому возьмем либо клей ПВА, либо клей-карандаш и приклеим ее. Обязательно хорошо разглаживаем с лицевой стороны, чтобы у нас не было складок, пузырьков каких-то и всяких неприятных вещей. С остальными деталями мы делаем то же самое. Мы приклеиваем их к джинсовой ткани, только возьмем уже клей немного попрочнее. Это может быть клей-момент кристаллу. Ну, в данной работе я использовала такой. Теперь наши припуски нужно приклеить на обложку. Для этого также берем клей и приклеиваем. Сейчас я покажу, как сделать уголки. Берем, отрезаем небольшой квадратик, оставляя припуски. И приклеиваем одну сторону на наш картон. После того, как мы приклеили, хорошенечко также приклеиваем кусочек припуска, который у нас остается. И теперь второй припус, который у нас остался, мы его складываем в такой треугольничек и потом уже приклеиваем на нашу обложку. Если вдруг по какой-то причине у вас получился не очень красивый уголочек, мы это исправим, потому что каждый уголочек мы будем с вами немного украшать. А уголочки нашего чехла мы украсим атласной лентой. Каким образом мы это будем делать? Значит, берем ленту. Нам нужно таких 4 отрезка длиной 9 см. Складываем ленту пополам, откладываем 2,5 см от края и прокладываем отделочную строчку. Можно это сделать на машинке, я сделала это вручную. И потом наш припуск отрезаем. И обязательно-обязательно нужно опалить. Наши края не осыпались. Я не знаю, может быть, профессионалы, которые делают изделия из ленты, сейчас посмеются надо мной, но этот вариант пришел мне сейчас так вот в голову, и я захотела его использовать. Я знаю, что есть различные паяльники, конечно, но не у всех они имеются, поэтому я пользовала такой способ, который мне показался доступным и понятным для вас. Когда мы сделали 4 таких уголочка, мы их будем приклеивать. Приклеивайте с помощью клея, либо термоклея. И хорошенечко закрепляем каждый уголочек с внутренней стороны обложки. И когда наша внешняя сторона чехла уже почти готова, мы приступаем к внутренней части чехла. Для этого берем картон, который мы вырезали по размеру нашего планшета. Примерно показываю, как это будет выглядеть, что это за внутренняя часть. То есть это часть, на которой будет держаться наш планшет. Берем этот картон и выкраиваем из цветной ткани. В данном случае я взяла горошек, вы можете использовать, делать все из джинса. Выкраиваем нашу деталь, оставляя припуски полтора сантиметра. И также обклеиваем эту деталь. В этом случае я опять взяла клей ПВА, потому что данная ситцевая ткань она тонкая. И клей ПВА хорошо приклеит ее к картону. Припуски по такому же принципу, как мы делали внешнюю сторону планшета, приклеиваем их к нашему картону и делаем уголочки. В качестве фиксаторов, которые будут крепко держать наш планшет, будет резинка. Ее мы приклеиваем на уголки. Когда я снимала видео, я была уверена, что я вам это показываю, как делать наши уголки и на каком расстоянии располагать наши резинки. При монтировании видео оказывается, что я этого не показала. Поэтому я специально сняла отдельно видео. Вот смотрите. Значит, берем нашу заготовку, внутреннюю часть планшета и откладываем расстояние по краям по 5 см. И теперь вот таким вот образом к этим наметочкам приклеиваем нашу резинку. И такие получаются у нас уголки. И когда наши резинки приклеены, мы теперь можем заклеить куском ткани нашу вторую сторону внутренней части планшета. Для этого выкраиваем кусок из джинса на 5 мм, меньше со всех сторон нашей внутренней части. И приклеиваем ее. Теперь мы вернемся к нашей обложке планшета и пришьем пуговичку, чтобы наш чехол мог закрываться. Я взяла такую красивую девочку. Пуговицу будем пришивать картоном. Процесс этот пришивания пуговицы я не буду вам показывать, я думаю, так понятно. И хвостик от нитки, который у нас остался, мы его приклеим к нашему картону. И сейчас нам нужно определить длину нашей резинки. Для этого мы возьмем все части нашего чехла, то есть внутреннюю часть, сам планшет, вложим в чехол и определим длину нашей резинки. И приклеим ее на термоклей, либо любой другой клей. Теперь мы можем заклеить изнаночную сторону нашего чехла. Для этого выкраиваем деталь. Она будет меньше на 0,5 см с каждой стороны нашего чехла. И также она будет короче на расстоянии от той детали, которая у нас была 8 см. Почему мы не выкраиваем ее до конца? Потому что туда мы будем приклеивать внутреннюю деталь нашего чехла, на которой будет держаться наш планшет. Я взяла клей-кристалл и теперь аккуратненько приклеиваем нашу джинсовую ткань. И когда у нас все будет готово, мы теперь берем внутреннюю часть нашего чехла и приклеиваем ее. Вот сейчас вы видите, как это будет выглядеть. То есть на нее будет крепиться планшет и нам нужно ее закрепить к нашему чехлу. Наносим клей-кристалл и приклеиваем хорошенечко. И я все-таки решила приклеить цветочки. Вуаля! Наш чехол готов. А если вам понравился данный мастер-класс, поддержите меня своими лайками и обязательно подписывайтесь на мой канал. Ну а в следующем видео будем шить сумки и косметички. Так что если вам эта идея понравилась, обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и смотрите другие мои мастер-классы. Ну а с вами была Светлана Гаспорович и до новых встреч. Всем пока-пока!